Рыбные деликатесы и кулинарные изыски. Небывалым ассортиментом блюд удивлял гостей гастрономический фестиваль в Светлогорске. Дары Балтийского моря не только в руках поваров-виртуозов превращались в настоящие шедевры. Всех нюансов рецептуры, конечно, не раскрывали, но нашему корреспонденту Алексею Кручинину удалось узнать некоторые секреты. Свежий морской ветер разносит по Светлогорску ароматы копченых лещей, малосольной селедки и ухи из судака. Дары моря на гастрономическом фестивале «Крупная рыба» готовят по-разному, и все хочется попробовать. В рыбных рядах представлено, пожалуй, все, чем богато Балтийское море. Неудивительно, что здесь самое большое оживление. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какая рыбка из тех, что у вас здесь на прилавке, самая вкусная, интересная, эксклюзивная, редкая может быть? Вот сейчас, например, у нас пошел сезон нашего лососи, нашего моря. Естественно, все хотят его попробовать, потому что это редкость. Не каждое лето, не каждое весно он бывает, поэтому пока есть, надо брать. Самое ходовое, обычно, это наш лещик. Самый дешевый, нежирный, и такой у нас он с чесночком, с перчиком, поэтому, конечно, вкусненько. Судя по внушительной очереди, в соседней палатке тоже вкусно. Там готовят балтийскую скумбрию. Рыба не деликатесная, но секрет популярности в нюансах рецептуры. Скумбрия, барбекю, она всегда пользуется. Это, можно сказать, по технологии шашлыка изготавливается. Изготавливается, маринуется предварительно, сутки. Но есть у нас, получается, маринад чесночный, есть горчичный. Главное блюдо, как водится, подали не сразу. Почти два часа гости фестиваля с явным интересом кружили у огромного диковинного пирога. Гвоздь фестиваля – та самая большая рыба. Трудно точно сказать, что это за вид, может быть лосось, может быть скумбрия, но это не так важно. Интереснее другое. Здесь три тысячи пирожков, а длина рыбины от хвоста до головы – шесть метров. Пирожки, хоть и не горячие, и без рыбы, разлетелись за пять минут. Символ фестиваля, уверены, гости должен принести удачу. Золотая рыбка, я думаю, она, чтобы в жизни каждого была, встречалась. Поэтому, вот видишь пирожок, загадай желание. А какое было желание загадали золотой рыбке? Ой, сейчас, чтобы вот не портилась уже погода. Вот сейчас такое желание, потому что очень хочется. Здесь в Светлогорске такая солнечная погода, прям, не знаю, летаешь и не ходишь. О хорошей погоде попросили и дети. Правда, не ту большую рыбину из теста, а нарядную и разноцветную, которую сами нарисовали мелками. Золотая рыбка согласилась. Вопреки прогнозам, над Светлогорском весь день сияло солнце. Алексей Кручинин, Андрей Брокос и Андрей Семенов. Первый канал. Калининградская область.